меня зовут стас и я приветствую всех на канале чок-чок и сегодня мы в гостях у саши дружинина всем привет дорогие друзья находимся мы в сокаре на полигоне номер один к номер телефона александров в описании и собственно сегодня будем вести отстрел профессионал шорт рейндж и он единственный еще не был у нас отстреля на канале значит из-за линейки professional поэтому сегодня мы вам обязательно покажем а потом мы будем для стрелять hunter так что следите за нашими каналами и ждите когда будет отстрел хантера а будут они скоро впереди еще очень много прям всего интересного там еще и global и global плюс поэтому друзья буквально совсем скоро будет еще ли линейка инвентарь плюс сверловка берет оптима hp то есть у всех будут крутые дульные устройства конечно мы собственно начинаем отстрел догнали недавно у нас выходил ролик где мы сравнивали professional short range с 025 им про и цилиндром на канале это есть и вы это можете посмотреть поэтому мы по и боеприпасам повторяться не станем на этом а со штатным чоком другими словами да да со штатным 025 понял у professional имеет конус 0,2 миллиметра и соответственно стабилизатор с газосбросной системой то бишь с портами и мы сегодня будем стрелять на дистанции 35 метров и 50 метров несколько выстрелов возможно сделаю все покажу вам это для гусятников чисто ну и тем кто стреляет по утке сейчас я стрельну на 35 метров 1 пятеркой в контейнере 32 грамма и однеркой в контейнере 36 грамм это на 35 метров и потом пятерка в контейнере и единица в контейнере на 50 метров то есть одни и те же боеприпасы ой все они фетр и мы вам покажем как это устройство работа на 35 и на 50 метров именно при его ширине боя почему то мы друзья это фетр потому что фетр есть в каждом городе в каждом в этом магазине и скорее всего вы приобретете именно фетр для охоты поэтому мы делаем именно отстрелы на видео правую будем единичкой стрелять и в левую пятерочкой почте уши не одел ну как вы видите 35 метров это но по и по контейнерной дроби номер один давайте сразу поймем что professional short range имеет такую настройку композиционной части вот конусов которая позволяет контейнерные боеприпасы сразу резко значительно кучнее стрелять чем без контейнерные боеприпасы это со это сделано для того чтобы вы могли там допустим охотитесь на коротке вам надо бой пошире но при этом где-то в угон стрельнуть и вы там допустим первые там три-четыре патрона заряжайте быка и там два-три патрона вдогоночку заряжайте контейнерные тем самым вы достигаете существенное ухудшение для выстрела по угонному гусю как вы сами видите фетр номер один 36 грамм если я вам даже на 35 метров нарисую вот так вот жопу гусиную то раз два три 4 5 6 7 8 9 9 дробин в нее прилетит и это еще мы не берем крылья которые посекет просто и он упадет но умрет он радостно еще в воздухе и он вам будет сильно благодарен за то что вы используете именно вот системные дульное устройство ему не пришлось мучиться он под ранком там об землю не бухнулся с высоты там девятых этажа и ему не было больно он просто благородно умер от рук и выстрела охотно вас это красивый эффект на и выстрел пух и шлейф перьев небольшой да 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 всегда очень красиво 93 дробины пришло по дроби номер один я считаю что для устройства которое может стрелять на 20 метров также широко как ваш 0 25 но при этом давать вот возможность стрелять крупными номерами дроби мы уже сравнивали на сравнении штатный 0 25 и professional short посмотрите это видео ссылки в описании да он то есть реально кучнее просто стреляет чем им про на дальние дистанции дистанции на коротке так ну и по дроби номер 5 вы смотрите это просто это счастье но бой просто весь лист на то есть 78 дробин это получается еще порядка там 20 поевы где-то 17 дробин где-то еще вот тут даже ну за пределами листа где-то рядышком кучка 0 это около 90 процентов 80 там полнота это ну просто счастье вообще просто ходим на утром что еще надо вообще это для того чтобы бить утку мне кажется прям идеальная то есть не лонг не мид не надо точно возможно класс еще можно даже если у вас есть кексы 0 125 0 25 по миллиметрам он их будет у них наш professional short будет универсальнее чем эти два устройства почему потому что он стрелять лучше чем пятерка по ширине боя и кучнее чем десятка но пятерка на дальней дистанции короче шире чем 0 125 кекс он стреляет на короткий на коробок и кучнее чем 0 25 длинных на дальней дистанции то есть опять же даже два часа одни вам проще кексы вообще оба продать купить шесть плен и тысяч стоит professional в окрашенном виде 7 400 900 рублей у нас стоит окраска наших дольных устройств не забывайте что все они могут быть приобретены в черном цвете а то некоторые из вас говорят ну я бы да взял мне так нравится но мне надо в черном а в чем проблема покрыть это черное вы просто говорить так же друзья приобрести можно по ссылке в описании пройти на магазин чок-чок также оставлю номер телефона свой рабочий звоните пишите обсудим подберем то чтобы идем стреляем дальше я думаю вы заценили обе эти мишени как по достоинству друзья не забывайте подписываться на наш телеграм-канал я там выкладываю все самые свежие новости о наших разработках все новости о том какие будут скоро у нас видео это практически программа телепередач наших каналов и соответственно там я выкладываю очень много подробных фото видео по дульным устройствам там по их разновидностям и так далее вам там будет очень интересно обязательно подпишитесь так ну и еще что взял вот стерлинг тройка в контейнере 32 грамма стрельнем ее в левую мишень на пробу в охот активе так сильно хвалили патрон и взяли троечку значит это фетеровскую бесконтейнерную значит 32 грамма ну не то чтобы мы хотим сравнить эти два боеприпаса ни в коем случае не подумайте просто мне надо посмотреть я на отстреле вот который мы стреляли полчаса назад закончили сравнение 0.25 штатного и professional short range я стрелял он делал свои первые выстрелы и как раз первый выстрел пришелся второй выстрел пришелся на тройку 32 грамма в контейнере ой без контейнера и вот сейчас устройство уже стрельнуло порядка 10-12 раз я бы хотел еще на раз стрельнуть посмотреть насколько более значит стабильно стала работать система как начал работать стабилизатор после его хотя бы предварительно небольшой обкатки плюсы для вас это будет там информация что вы приобретаете там новое устройство его надо обкатать и какой эффект будет после этого ой какой хлопки стерлинг хороший ну хотя и фетр неплохо прям но я хочу сказать что елки-палки стерлинг вообще так-то прям ништяк на 123 дробины но видно что ты обнизил прям вот он не но он за счет того что у меня лишь лучей практически нет они зубы вот смотри немножко то всего вышли но не за счет этого концентрация сохранилась все четко ну как бы припас стерлинг да можно использовать и неплохо прям можно но так разобрать дару всем фетор который очень нравится фетр быка но он я его опять же правильно соскал оба выстрела обнизил это сам ясно не знаю мне нравится вот он был но он да достаточно широко стрельнул но я замечу что когда мы сравнивали им профцилиндр то есть и штат штатная верни штатный профцилиндр и с professional то ну в принципе он стал стрелять еще ровнее прям вот зависть еще раз в том что опять же если вот этот жип был в контейнере до стерлинг да это просто суть том что это контейнер ведь я хотел я же вот на прошлом выстреле вам говорил что что здесь на контейнерном боеприпасе концентрация будет значительно выше так сделано композиционная часть мной рассчитано чтобы она с патронами быка стреляла значительно шире чем патронами в контейнере соответственно вот вы на этих двух мишенях можете посмотреть это тройка контейнерная слева эта тройка без контейнер она легко будет работать на пить ну вот и 50 еще метров по утке здесь на 20 метров еще широкая осы будет то есть вы можете опять же боеприпасом подбирать настраивать бой оружие но 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 все идет продолжаем до 50 метров друзья по-прежнему стрелять стас потому что я стреляю на низкой планкой я не могу пусть со стреляют короче мне надо ярко и пятерка 1 единица 36 грамм в левую в контейнере пятерка 32 грамма в контейнере правую полетит так ну смотрите давайте в первую очередь внимательно сейчас меня послушаем чтобы вы правильно выбирали устройство я вам стрелял на 50 метров не потому что это устройство дальнобойщик как многие неправильно всегда начинают понимать когда мы с тобой на полтинник стреляем а потому что мне хотелось просто вам показать да и если вам на это устройство заложено возможность просто тянуться чуть дальше чем она может на подобранном боеприпасе вот иными словами если вам надо стрелять 20-40 то оно подходит до 15-40 но даже 15-40 но если вам надо стрелять 30-50 то это уже мид то это лучше уже мид а может быть стабильно вообще 15-40 если 12-35 это шорт проще вот это это 12-35 если 15-40 класс если 20-45 к полтиннику мид если 25-55 лонг и если 30-70 это супер лонг то есть исходя из этого вы должны подбирать устройство но при всем при этом вы можете опять же шорта дотянуться до 50 работали и подобрали боеприпас как это делаем мы и при необходимости потому что не всякие 36 306 грамм единица стрельнет так как этот боеприпас не всякий некоторые боеприпасы будь шире но даже если он будет сколько-то шире вы сами видите что центр вот то есть я немножко промазал то есть должен был быть центр здесь и при всем при этом соответственно вот бой при котором тем не менее 70 тут сейчас центр получил тем не менее друзья 70 процентов на дистанции 50 метров прилетела единицы это идеально ну это идеально она и папа пятерки прилетела 50 но по сути 50 вот процентов дроби она да она прилетела ровно да я опять здесь счета у меня давно видать не стреляли центр оказался вот здесь да вот прошел сноб и до половина особи еще вот тут где-то гасится то есть вот в этом вот промежутке вот и да вам хватит на полтинник еще утку сбить но да только на подобранном боеприпасе который будет стать также кучно как мой в большинстве случаев боеприпаса когда вы не подобранные боеприпасы берете имейте ввиду что стабильный бой это 12-40 но 12-35 расчетные но в принципе на контейнерках там до 40 легко вы можете стрелять утку все то есть вот это нужно правильно понимать а то вы начинаете вот это наверно мне надо шорт я посмотрел теоклос до полтинника легко тянется и я могу чуть пошире сделать будет шорта вы шорта до полтинника я могу он может потому что мы на стендах и мы точно знаем конкретно в моем ружье какие патроны с этого устройства полетят вот так и он знает какие патроны с его ружья полетят вот так вы не знаете вы меньше нас ездите и вы не вряд ли будете сооружать вот эти конструкции вы не будет это все что там увидели зачастую просто патрон понравился потому что он черненький или зелененький или синенький или просто понравилась цена и все то есть понимаем да что шорт это дистанция от 12 до 35 метров это его дистанции для которых он создался все остальные его возможности лишь относятся к его универсализации относятся к той части что его внутриконусная суммарная вот композиционная составляющая способна таки достигать еще и более высоких вершин и достигать еще намного более высоких диапазонов действия но это относится уже к работе с оружейной системой они просто что вы взяли любой патрон пошли вот он вам так стреляет нет обязательно об этом мы думаем с вами да если вам надо просто вкрутил и забыл то надо послушать нас если вам надо там 30-50 то это скорее всего устройство класса лонг уже рассматривая вот если вам надо и на коротке широко и далеко тянутся то только прорабатывать надо тут уж конечно прям в одном устройстве нет просто вот подбором боеприпасов всегда все можно уже проблем вообще никаких смотрите фетр 6 и 2 38 грамм картечь и бакшот восемь с половиной 36 грамм и и тут очень мало картечу 10 по моему картечность его 8 с половиной 35 метров в левую восемь с половиной стрельну в правую 6 и 2 ой или наоборот в левую 6 и 2 в правую 8 с половиной ну где-то вот смотрите тут драпин всего 24 в патроне прилетела 23 а вот да 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 ну где-то она улетела ты как-то вот так вот так вот такие отмеча отмечал ну ну одна куда-то короче у нас потерялась блудная овца да я думаю она где-то если у вас казалось тут шла и вы в нее запулили центром боя не до кучни смысла нету куда еще кучни и конечно картечку вы опять же смотрите дистанция 35 метров дробь 8 с половиной при этом 10 дробин всего в патроне тут 10 картечен вот они все 10 если коза у вас шла и вы в нее стреляли как я сюда то коза ляжет радостная умрет прям на месте и даже если вот на подскок козы где-то на ходом идет в любом случае она так шла либо вот так шла все равно у вас любом случае она бита и здесь точно так же если она ходом шла и маленько прыгнула либо если она оказалась чуть ниже то вы ее заберете сто процентов не до идеальный будет короче по картечи все четко идем дальше так как это у нас устройство класса short то есть она создана для работы на коротких дистанциях на пи о 12 до 35 метров мы вам рассказали как можно работать до полтинника номерами дроби сейчас мы вам стрелим на дистанции 15 метров вот это самое главное я хотел сказать про то что мы стрельнем девятка 24 грамма для спортингистов да потому что это устройство очень хорошо заходит под задачи спортинга да и так примеру по охоте даже скит стрелять 0 2 ты чё это самый лучший конус для скита да это скит стрелять так вот патрон так и называется скит 24 грамма девятка контейнер и таким же патроном скорее всего вы будете стрелять перепела из по собаке либо тетерева в первые дни охоты по собаке тоже где взлетает грубо говоря из-под ног и надо сразу же широкую осыпь и либо кто-то любит там шестерка стрелять того же тетерева это шестерка получается 32 грамма да правильно вот это шестерка 30 грамм получается да получается в левую скит контейнер 24 грамма девятка в правую полетит 32 грамма шестерка в контейнере ну и заодно покажу вам какая осыпь так как близко и тут ошибиться сложнее поэтому стрельну я потому что это низкая планка я уже отвыкать не мне нравится с высокой планкой тут получается 15 получается полметра у нас где-то круг вот здесь вот до полметра круг опять же маленько левее взял это 55 60 сантиметров круг полностью накрытые дробью для перепела поставьте вот он только взлетел а у вас уже ими крупно да это особо и не разобьет уже то есть китом работать можно мое ружье кстати ест его легко я вот недавно по тарелкам ставил вы сами это видели вот идеальная осыпь но просто идеально ровно и ровненькая вся кстати ни одной дробинки за пределы круга не вылетела вся просто вот на все нет я вот и говорю что нашу систему отми отмечает именно вот отличает от штатных чоков от наша система отличается тем что они не дают лучи вот что самое главное просто штатный цилиндр будет ту же мы это уже неоднократно сравнивали я опять же вот смотрите центр боя если я вам здесь вот нарисую как бы ну от утка до зашла сноб я не думаю что ее там разобьет как-то она а если вот чуть брать уже вот даже маленько вот так вот вот эти места уже и как бы вообще ништяк это о том что если реально там 12-35 это шестерка семерки будет это пятерки будет меньше дробин да и тогда еще меньше вот тут и вообще разбивать не будет просто я про то что смотрите одно устройство разными боеприпасами и навесками дает вам универсализацию совсем разные да но опять же если у вас нет задачи стрелять на 20 метров вам не надо брать устройство класса short если вы вы стреляете 30 там 50 то это уже лонг либо мид надо смотреть просто я к тому что нет смысла на 50 метров брать если вас только 50 метров то класса short устройство брать не стоит но опять же если он там 10 до до 50 универсализация если чаще стреляете все-таки до 35 то она вам идеально пойдет собственно я думаю это может закончить данный ролик уже да ну да да собственно стрельнули на коротких дистанциях мелкими дробями крупными картечами и в общем ребята просто покупайте профессионал short range старый он всегда будет работать лучше чем западные аналоги в классе вот именно газосбросных систем он просто вот до свидания всем америкосом и мы скоро будем сравнивать на нас со всеми устройства по сравнению по слову нет то есть заведомо мы это уже знаем и грубо говоря вам даем сейчас инсайдерскую информацию что нет смысла ждать нашего стрела можно сейчас уже приобрести собственно все контакты в описании в магазин на мы с вами не прощаемся пока приобретайте наше устройство и увидимся совсем скоро есть вопросы звоните а а а Продолжение следует...